Марс! В военной форме с тяжелым оружием они отрабатывают технику плавания. Это их личное желание. Одни тренируют выносливость, другие готовятся к службе в армии и мечтают пополнить ряды сотрудников ФСБ. Это пригодится прежде всего в службе по контракту. Если идти куда-то в морскую пехоту, то я думаю, это явно не лишним там будет. Такая практика стала возможной благодаря гранту от Росмолодежи. Проект по прикладному плаванию на конкурс заявила вот эта хрупкая девушка. Она разработала программу обучения и сама ее прошла. Ребята смогут по профессии матрос-спасатель работать на различных водных объектах. То есть это у нас аквапарки, различные пруды. Среди таких курсантов и Егор Литвинов. В этом бассейне он не только стал матросом-спасателем, но и встретил единомышленников. Люди по разным причинам приходят. Некоторые активный образ жизни поддерживают. Это такая может быть профессия, которая не нужна лет 10, а потом пригодится тебе, может быть, кого-то одного, может быть, и вытащишь из воды, даже не занимаясь ничем таким особенным. Иду! Стрелять точно в цель. Не в компьютерных играх, а в реальных условиях. Здесь совсем другие эмоции. И не столько ради них развивается этот военный сюжет, сколько для отработки навыков. Есть люди, которые заинтересованы как спортсмены, чтобы это в личностный рост превратить. Очень много ребят, которые в армии не служили, к нам взрослых уже приходят, которые уже не годны в армию, так скажем, по завершению 27-летия. Тренировки проходят тоже за счет средств гранта Росмолодежи. Его выиграл Сергей Денисов и сейчас готовит очередную стрелковую команду, которая будет представлять Тюменскую область на всероссийских соревнованиях по военно-прикладным видам спорта. Они сегодня развиваются так быстро, что если остановиться, то можно много потерять. Нам интересно, чтобы мы занимались, допустим, тактической медициной на современном уровне. Не на уровне, как у нас привыкли это делать. То есть две палочки в качестве шин и кусок бинта эластичного. В мире придумано столько вещей на эту тему, теми странами, которые постоянно находятся в состоянии войны, что это уже там просто космические технологии. Мечтая о них, этим летом курсанты клуба «Барс» вновь покорят Кавказские горы. А после, уже надев водолазные костюмы, на дне Черного моря отыщут артефакты, следы затонувших когда-то кораблей. И преодолев такие мощные физические и психологические нагрузки, поставят новую цель, чтобы стать еще сильнее. Татьяна Воротилова, Александр Вележанин, Тюменская служба новостей.